Я знаю, что религия запрещает давать в долг под проценты, а сделал я это ввиду своего тогда еще юного возраста. Я не знаю, как использовать эти деньги. Какой совет вы можете мне дать в этом вопросе? Создать теплицу в Асакрийской области, но бюджет очень мал. Предлагаю купить квартиру, так как живем с родителями мужа. А муж хочет сделать вложения и построить денежный поток. Как вы думаете? Дайте совет, что мне делать? Я хочу уйти с работы, быть независимым. Сначала делать шли нормально, но потом резкий спад в торговле. Турми сидят, потому что они в долгах, они в нужде, им очень тяжело и так далее. Без плана, даже если денег есть, вы ничего делать не можете. През несколько вопросов. Хотел открыть свою аптеку? Ему придется потом это делать. Представь, что там встали. Представь, что помогает больше, конечно, людям. Людям. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Кто смотрит рубрика «Вопросы у Давлатова», спасибо, что смотрите нашу рубрику. Сдавайте актуальные вопросы, всегда готовы ответить на ваши вопросы. С удовольствием. Ставьте лайк под нашу рубрику, пожалуйста. Рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым, друзьям, кто нуждается на этой ответе, кому помогают эти знания. Станьте причиной успеха, причиной изменения их жизни. Это благородное дело. Если вы видите в ней нашу рубрику «Сенности», то есть «Полезности», «Сенности», обязательно рекомендуйте, репост делайте, пожалуйста. Пусть это принесет успех многим людям. Сдавайте актуальные вопросы на почту, которую под эту рубрику видите. Я с удовольствием отвечаю в обязательном порядке. Но многие вопросы, они похожи, поэтому мы сортируем и отвечаем. Пожалуйста, посмотрите, под этой рубрикой есть график тренинга, где можно купить адреса нашей книги и так далее. Дорогие друзья, первый вопрос такой. Я Азизмуродов Сайот из Таджикистана. Мой вопрос следующий. Я первокурсник, с 7 класса откладывал деньги и не знал, что с ним делать. В страхе, что эти деньги могут потеряться, отдал в долг уже второму человеку под проценты. Этот процент составляет 10% от суммы долга ежемесячно. Я знаю, что религия запрещает давать в долг под проценты, а сделал я это ввиду своего тогда еще юного возраста. Я не знаю, как использовать эти деньги. Какой совет вы можете мне дать в этом вопросе? Дорогой мой, продолжай накопить деньги, обязательно возможности появятся. Терпеливо жди, никому не говори, что у тебя есть деньги. Просто продолжай накопить. Себе часто задавай вопрос, вообще, как ты представляешь свою жизнь? На что ты хочешь потратить свою жизнь? Думай об этом и выбирай исходя из своей мечты. И выбирай ту бизнес, который тебе поможет твоей мечте добиться. Всегда бизнес, когда выбираешь, надо из четырех вещей отталкиваться. Первый, либо делай моей жизни. Надо заниматься ту бизнесом, который является делай твоей жизни. Второе, бизнес надо строить, чтобы получать денежный поток, чтобы потом этот денежный поток помог тебе покупать свою мечту. Понимаешь? Вот третий, либо бизнес строится для того, чтобы потом его продавать. То есть мы делим бизнес, потихонечку вращиваем, потом этот бизнес продаем. Или либо четвертый, бизнес делится для того, чтобы вывести его, потом делят масштабный бизнес, глобальный бизнес и продавать его акции. То есть вывести его IPO, продавать акции, облигации. Поэтому тебе надо накопить деньги, продолжай накопить и начни от малого. Всегда помни, накопи и начни от малого. Небольшой бизнес, потом еще что-то, потом дальше и развиваешься вот так. Поэтому продолжай накопить, обязательно возможность появится. Поверь. Я сам живу и работаю в Европе. Второй вопрос. Я сам живу и работаю в Европе. В последнее время смотрю много новостей, и там, в Узбекистане, начали экспортировать фрукты и овощи в Европу. Я хочу начать бизнес в этой сфере. Создать теплицу в Исакдийской области, но бюджет очень мал. С чего начать и как быть, не знаю. Есть опыт, но этого мало. Но знаю, какой прибыл можно сделать. Подскажите, как поступить, пожалуйста. Дорогой мой, бизнес – это владение плана, не то, что владение денег. Если у тебя есть правильный план, правильные навыки и умения, то есть опыт в этой сфере, знание, как это делать. Точно, хорошо изучай эту сферу, досконально изучай эту сферу, раз тебе она нравится, раз ты хочешь этим заниматься. Досконально изучай эту сферу, детально изучай эту сферу во всех нюансах. Логистику изучай, способы хранения изучай, способы сбитые изучай, маркетинг, как строится изучай. Поставщики изучай, ценовая политика изучай, все изучай, чтобы у тебя по какой сумме уходит и так далее. Ты должен владеть план. Когда у тебя появится план, партнер появится обязательно или инвестор появится обязательно. Запомните, бизнес – это не то, что владеть деньги. Бизнес – это то, что владеть план. Например, есть люди, у которых денег есть, но у них нет план. Эти деньги просто лежат, или банки лежат, и банкир на них зарабатывает, а хозяин деньги почти ничего не зарабатывает. Очень копейка, то, что депозит дают им. И даже иногда ничего даже. Инфляция съедает их, бесценивается и так далее. Поэтому бизнес – это есть владение плана. Если у вас есть план, бизнес пойдет. Поэтому без плана, даже если денег есть, вы ничего делать не можете. Добрый день. Пишу вам от имени нашей семьи. Мы с мужем поженились полгода назад. У нас есть общее накопление – 7 миллионов тенге. Я предлагаю купить квартиру, так как живем с родителями мужа. А муж хочет сделать вложение и построить денежный поток. Как вы думаете, как нам лучше поступить? Если вложить, то куда? Посоветуете. Муж арендует зал, тренирует детей. Доход небольшой. Буду признательна за подробный ответ. Знаете, я бы рекомендовал вашему мужу второй зал еще арендовать. Потом третий зал. Тренеров выращивать. Создать некую систему в фитнес-клубах или фитнес-тренингах и так далее. Сделать свою систему. А потом его делят 3, 5, 10 и так далее. Эти деньги вложите, чтобы хоть миллион из них или 2 миллиона, чуть-чуть вложите, еще один зал арендуете. Увеличивайте. Пусть он выращивает себе тренеров, который под контролем держит, помогает им и так далее. Вот так у него доход будет расти. Эти деньги он должен построить денежный поток. Потом от прибыли денежного потока купите себе квартиру. Так будет лучше. Поэтому деньги надо вложить туда, откуда зарабатывали их. Поэтому ваши мужи зарабатывали эти деньги оттуда. Он точно знает, как зарабатывать там. В другом месте, если вы вложите эти деньги, возможно, вы их потеряете. Или где-то они заморозятся. Поэтому начните так. Вложите туда, откуда вы их заработали. Добрый день. Я сейчас работаю по профессии уже более 10 лет. За это время я дополнительно занимался бизнесом. Продуктовый магазин в аренде. Благодаря бизнесу накопил деньги, смог купить себе квартиру в Астане и уехал. Но, приехав в Астану, я устроился опять по профессии. Сейчас я не вкладываюсь в продуктовый магазин. Я обучаюсь интернет-маркетингу. Все время уходят на изучение новой сферы. Что мне делать? Уходить с работы. Или если остаться, то как мне заставить себя работать? Дайте совет, что мне делать? Я хочу уйти с работы, быть независимым. Дело в том, что уйдя из работы, это не означает, что мы уйдем из работы, лишь бы чтобы быть независимым. Нет. Есть люди, которые работают, но они свободны, они очень свободны. Они работают на зарплату, но они действительно свободны. Почему свободны? Потому что они занимаются любимым делом. Эта работа позволяет им стать умнее. Эта работа позволяет им... Готовая площадка дает им возможность испытать свои идеи, свои возможности, свои творческие мышления. Реализовать то, что они задумались. Понимаете? Вот вся там сама суть, секрет в этом. А есть люди, которые, знаете, они полно свободны, но они внутри себя в турму загоняли. Они в теле, у них свобода выглядит, но они в душе полностью. Они просто в турме сидят, потому что они в долгах, они в нужде, им очень тяжело и так далее. А поскольку вы уже занимались немножко бизнесом и так далее, я рекомендую вам, идите занимайтесь бизнесом, быстрее поднимайтесь. Школа бизнеса, она сильная, очень быстро воспитывает человека. Меня зовут Виктория. Меня зовут Виктория. У меня такой вопрос. Я везла ипотеку, чтобы не платить за нее 20 лет. Решили еще везать потребительский кредит и купить рядом с домом сокольное помещение, открыть в нем хозяйственный магазин. Сначала дела шли нормально, но потом резкий спад в торговле. Тот прибыль, который дает магазин, вместе с закупом товара, я закрываю долги. Ассортимент не расширяется. Решили продать или найти партнера, но, глядя на товарный оборот, не хотят вкладывать деньги. Что мне делать? Вы магазин купили, ипотека, правильно? Или магазин арендовали? Если вы магазин выкупили, обязательно вы найдете покупателя. Как минимум, как недвижимость вы его продаете, если как магазин не пошел. Но если вы арендовали, а если вы арендовали, магазин держали, она не пошла. Если больше полгода вы работаете, но показатели не растут, то есть я имею в виду, вы не видите, что обороты растут. Если больше полгода, тогда эта точка не для магазина. Либо ассортимент у вас не тот, либо точка не та. Но сам помещение, он будет работать. Если вы помещение ипотека покупали, он будет работать. Он будет работать, например, как это, коммерческое помещение, которое можете аренду сдавать. Коммерческое помещение, которое для других целей можно использовать, для офиса, для, скажем, пригмахерской и так далее. Но если у вас ассортимент маленький и так далее, вы должны внимательно посмотреть. Если помимо вашей точки проходит хотя бы более 5000 человек в день, вы его держите как продуктовый магазин. Если не проходит хотя бы минимум 3000 человек, тогда не держите его, тогда поменяйте бизнес просто и все. Если вы предлагаете партнерам быть партнером, и они не хотят с вами быть партнером именно здесь, именно суд в этом заключается. Почему они не хотят быть партнером с вами? С чем это связано, что они не хотят быть партнером с вами? Потому что они видят обороты маленькие, прибыла нет и так далее. Но это нормальное явление, это естественно. Поэтому продайте, все равно найдете партнера. Продайте, все равно найдете человек, который будет захотеть покупать. Вот такое. Делайте этого. Дорогие друзья, ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте своим друзьям, знакомым. Спасибо, что смотрят нашу рубрику. Всего вам доброго.